Друзья, всем привет! С вами Хелен Мерсин. Сегодня мы с Ахметом покажем его квартиру. Находится она в районе Енишихир, буквально в шаговой доступности до великолепной набережной. Город Мерсин не пострадал от землетрясений, говорю сразу. Жизнь продолжается, мы все скорбим, но жизнь идет своим чередом. Кто-то продает, кто-то покупает, кто-то строит планы на будущее. Поэтому сегодня вашему вниманию будет великолепная квартира 3 плюс 1 с видом на море, на вот такой прекрасной набережной. Давайте пройдем обзорно, вам просто покажем эту красоту. Сегодня у нас середина февраля. Конечно, не так прям тепло, как хотелось бы. Сегодня тоже прохладно, но на солнышке очень приятно согревает и возле моря всегда теплее. Декат Илья, говорит хозяин. Посмотрите, велосипедные дорожки, выложенная набережная красивая. Продают, конечно, всегда корабли, сейчас оператор покажет нам сзади. Здесь, конечно, купаться нельзя. Это просто прогулочная зона, большая набережная, красивущая для Мерсина. Это просто мы сюда приезжаем раз в неделю и любуемся этой красотой. Предлагаю вам тоже немного посмотреть, прежде чем вы начнете смотреть ролик по квартире. Здесь мы видим лодочки, рыбаки, которые ловят. И потом, кстати, можно даже свежий лов приобрести. И вдоль набережной есть такие маленькие ресторанчики, на которых всегда есть свежий лов. И можно очень недорого поесть свежей средиземноморской рыбки. Этим и славится наш Мерсин. Очень много рыбы, морепродукты, ресторанчики, очень вкусная еда. И, конечно же, то, что сейчас произошло, это кошмар и ужас. Но страна поднимется. Турецкая нация – это люди, которые друг за друга. Поэтому я все-таки рекомендую посмотреть и не откидывать Турцию как регион, который не подходит для отдыха. Эта страна великолепная. Она рада всегда гостям. И, кстати, чтобы не забыть, скажу сразу. Квартира – это большая. И она находится в Янишехире. И по этой квартире есть 100% получения ВНЖ. Илья, хватит, я уже все. Что еще сказать про Мерсин? Я, конечно, не хочу сейчас пиариться, знаете, не дай бог, на землетрясение. Весь город принимает беженцев. Даже в моем доме проживают три семьи. Все стараемся помогать. В центре есть, где собирают помощь, одежду. Все необходимое. Больницы переполнены. Но, слава богу, наш цветущий Мерсин не пострадал. Ни одно здание не разрушено. Нет трещин. То есть не было такой амплитуды землетрясения. Все-таки Мерсин располагается вот в таком месте, что здесь не бывает больших землетрясений. И мы разговаривали с местами, они все говорят, что никогда не бывает в Мерсине больших землетрясений. Вот, поэтому без риска можете приобретать здесь квартиры и мечтать жить на берегу Средиземного моря. А, Бен, транслейт. Да, я там насочиняю. Нет, нет, Илья, не нужно. Друзья, ну, еще раз к набережной. Конечно, здесь нет привычного нам пляжа, да, как в других районах. Но все-таки Енишихир не остается без моря. Мы видим с обоих сторон, где лудочки песочные такие наплывут. И с правой, и с левой стороны, конечно же, можно поплавать. Но как так жить на берегу моря и не окунуться? Ну, вот там дальше, смотрите, арка, карусели детские, марина у нас в той стороне. Да, вот в той стороне у нас марина. Это яхты и торговый центр великолепный, где, в общем-то, все проводят свои выходные. Там очень красиво. И я в том числе туда езжу. Ну, и здесь, конечно же, вот, видите, песочек. Можно и поплавать, и не с Енишихири. А на выходной уже поехать на какой-нибудь хороший пляж с голубым плагом. То есть, который уже точно с чистейшей водой. Друзья, вот мы поднялись в квартиру. Сейчас я вам буду рассказывать обзорно по каждой комнате. Квартира очень большая. 155 метров. Грунта. Сразу из коридора мы попадаем в просторную светлую гостиную. Приблизительно 50 квадратных метров. Она квадратная. С обоих сторон у нас есть окна, пол. На полу у нас линолеум. И подчеркиваю, сразу стоят батареи, и здесь проведем разовое отопление. Если подойти к окну, мы увидим прекрасное море. Сегодня яркая солнечная погода. Увидим корабли. Это просто смотровая комната, где приятно находиться всей семьей. Приблизительно 5 минут пешком до набережной. Из этой комнаты, я забыла добавить, так же есть балкон. Всего балконов 3. В каждой комнате практически. Пойдемте посмотрим дальше. Очень большой просторный коридор. Входная группа. Шкафы. И по коридору располагаются все комнаты. Все комнаты изолированы. Мы заходим с вами в большую просторную кухню. Кухня у нас выделена двумя зонами. То есть это обеденная зона, где мы видим стол обеденный. И вот с правой стороны от меня установлен газовый двухконторный котель. Также в комнате есть кондиционер. Кухня очень просторная, светлая. И вот здесь у нас как бы рабочая зона. В рабочей зоне мы видим, есть холодильник, стиральная машинка, газовая плита. И что очень примечательно, так же есть выход на балкон. Вот, ну, газовая плита, в общем-то, я вижу, что духовка там. Но вы на свое усмотрение потом можете все поставить с бытовой техникой аккуратно и хорошо. Посудомоечная машина есть. И на полу кухни мы видим щитовой паркет. Его нет смысла менять, его можно просто отреставрировать. Так как дом у нас не новый. Это старая застройка. Это Виня-Шевкер. Дома 30 лет. Но очень качественно строили раньше. Поэтому я вам рекомендую обратить внимание на эту квартиру. Ну, пройдемте дальше по коридору. Здесь также выведено отопление. С правой стороны от меня это турецкий санузел. Ну, в общем-то, как у всех квартир, вы можете посмотреть. Пройдемте дальше. С левой стороны у нас первая комната. Это комната детская. Она также очень светлая, с видом на горы. Это говорит о том, что летом здесь не будет жарко. Комната квадратная. Есть шифонер, кровать, гладильная доска. Можно поставить письменный стол. В общем-то, достаточно свободная комната. Дополнительная батарея по коридору. И второй санузел. Санузел большой, с душевой кабиной. В хороших цветах. Красно-белый. Не требует ремонта. Я вижу, что здесь недавно сделали ремонт. Большая родительская спальня. Два окна. И есть выход на застекленный балкон. То есть можно выйти, посмотреть на море, потому что она также расположена с видом на море. И получается с этой стороны, с одной стороны горы, а с другой стороны море. Двуспальная кровать, комодик. Все помещается, достаточно большая. Так как здесь брута 155 метров, мета 135 квадратных метров. Друзья, мы посмотрели с вами великолепную квартиру. Рядом со мной сидит владелец квартиры. И продает свою любимую квартиру только потому, что дети выросли. И такая большая квартира ему больше не нужна. Поэтому землетрясение этот дом пережил очень хорошо. Никаких трещин, ничего нет. В Мерсине вообще нет разрушений. Поэтому, конечно, мы все скорбим. Это очень большие потери для Турции. Большое количество людей погибло. Но жизнь продолжается. Кому-то нужно жилье. Кто-то ищет, кто-то хочет купить для себя. Поэтому присмотритесь к этому варианту. Мы расскажем вам о преимуществах этого района немножечко позже, когда выйдем на улицу. Потому что здесь рядом все магазины в шаговой доступности. Спортивные салоны, школы, детские садики. И, наверное, минут 7 пешком до набережной. А в конце, как обычно, я говорю, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк. Чтобы как можно большее число людей увидели эту квартиру. До новых встреч. Вюле-вюле. Субтитры создавал DimaTorzok